Французы Франция забрала тогда свое золото на военных кораблях из Нью-Йорка. Большой золотой запас Германии оценивается в 70 миллиардов долларов США. И в случае падения евро, стал бы хорошей основой для покрытия новой валюты. Эти 1500 тонн драгоценного металла являются продуктом немецкого труда и немецкого усердия. Золото имеет отношение к послевоенному времени, когда Германия в период так называемого экономического чуда имела большое перепроизводство в области внешней торговли. Но теперь ФРС отказывается возвращать собственность в Германии. После нескольких лет перетягивания каната в 2012 году он согласился выдать до 2020 года всего лишь 300 тонн. Но 2013 год было запланировано перевезти обратно в Германию 50 тонн. В действительности же было перевезено только 37 тонн. Причем 32 тонны прибыли из Парижа и только 5 тонн пришли действительно от Центрального банка. Вдобавок ко всему эти 5 тонн состояли не из оригинальных слитков из Германии. Это были новые слитки с теснением 2013 года. Немецкие политики, получившие задание проконтролировать немецкие золотые запасы, вернулись из Нью-Йорка безрезультатно. Более того, ФРС отклоняется вплоть до сегодняшнего дня предоставить список слитков. Мировые ведущие эксперты по вопросам экономики приходят к одному мнению. Немецкого золота больше нет. Германия это золото больше никогда не увидит, предупреждает экс-менеджер Goldman Sachs Уильям Кей. И это несмотря на то, что ФРС никогда не имела права к нему прикоснуться, потому что оно ей было доверено для хранения. Это несравненный акт подавления и провокации, и он активно скрывается немецкими политиками. Несколько недель тому назад было объявлено, что даже возвращение 300 тонн золота будет прервано и отложено до 2020 года. Слишком большим было давление со стороны США, так что немецкие политики сдались. Политик ХДС Норберт Бартли заявил в СМИ. Американцы хорошо охраняют наше золото. До каких пор Германия должна во всех вопросах слепо покоряться США? Когда вместо политиков-предателей станут люди, которые мужественно защитят интересы Германии? Можно ли доход от напряженной работы целой нации отдать на поглощение алчным банкирам и финансовым магнатам? Политик США, конгрессмен Рон Пол, сомневается в наличии оставленных на хранение золотых запасов различных стран. И Германия имеет полное право требовать проверки собственных резервов. Суверенному государству должно быть позволено сделать это. Иначе оно не суверенно. Пожалуйста, делитесь этим видео, чтобы мировая общественность узнала о немецком скандале с золотом. Большое спасибо.